Всем привет, ребят! Очень рада вас видеть на своем канале. Меня зовут Лиса. И, как вы уже, наверное, догадались, раз я говорю в полный голос, у меня всякие вкусности, значит, сегодня мукбанг чай пить. Заваривайте себе кружечку чего-нибудь вкусного, бодрящего. У меня, как всегда, черный чай без сахара с бергамотом. У меня трагедия. Возле моего дома закрылся чайный магазинчик, где я всегда покупала себе зеленый чайный развес, молочный улун. Я очень без него страдаю. Надо теперь искать где-то альтернативу, где его покупать. Поэтому пока пьем черный. Ну и посмотрите, какие сегодня у меня божественные хрустящие круассанчики. И запеченное яблочко. Как в детстве. Все эти десерты я заказала в службе доставки кухня на районе. Ребята сами делают выпечку, поэтому она у них свежайшая. Сейчас будем пробовать. Кстати, я напоминаю, что по промокоду ЛИСА, скачав приложение этой доставки, вы получаете 500 рублей на свой счет и сможете их использовать для заказа. Ну что, давайте попробуем. Наверное, с вот этого начнем, который с миндальной крошкой. Хрустит. Очень свежий. До начинки еще не докусала. Продукаю яблочко пока сюда передвинуть. На какую тему сегодня будем с вами болтать? Это тема материнства, детей. Расскажу, как я отношусь к детям и как я отношусь к... Не люблю этот термин, правда, к яжматерям. То есть те самые яжмать. Вы задавали мне об этом вопросы в комментариях очень часто. Все никак не докусаю до начинки. Ну, давайте по порядку. Сейчас. Как я отношусь к материнству, к детям? Прекрасно. Честно говоря, особенно в последние годы, не знаю, возможно, это, конечно, связано с возрастом, хотя я еще не такая уже старая. Маленькие детки меня очень умиляют. Не все, конечно, но большинство. У некоторых моих подруг уже есть дети. Вот, так что я трогала все эти маленькие ручки, пяточки. Это, конечно, прекрасно. Планируем ли мы детей с мужем? Да, планируем. Мы хотим детей. В силу некоторых обстоятельств, пока у нас их нет, и этот вопрос мы где-то на год на полтора подвинули. Я не хочу объяснять причины, поэтому не спрашивайте меня об этом в комментариях, пожалуйста. Мне не хочется об этом говорить. Просто восприняйте это как данность вот так у нас сейчас. Тем не менее, я на самом деле очень хочу ребенка. Хочу его именно от мужа. Вот. И надеюсь, что у нас все получится рано или поздно. При этом я очень уважительно и с пониманием отношусь к тем людям, которые приняли решение не заводить детей. то есть так называемый child-free. Кажется, я докусала наконец-то. Миндальный крем. Вкусно. Миндальный крем. Очень люблю миндаль. Я считаю, что иметь или не иметь детей — это выбор каждого человека В современном обществе, в котором мы живем, рождение ребенка — это не какая-то там обязаловка и необходимость И если люди по каким-то там своим причинам не хотят иметь детей, это абсолютно их дело Я не понимаю в этом плане, когда начинается какое-то давление со стороны общества Это выбор каждого человека В связи с этим я не понимаю людей, которые, когда у них рождается ребенок, они тут же начинают считать себя выше всех бездетных пар Почему-то считают, что рождение ребенка — это какая-то неимоверная заслуга Это, я не знаю, плюс 100 к карме, и вообще вот они молодцы, они свою программу выполнили Да нет никакой программы, ребята И считать себя лучше других только на том основании, что у вас есть дети — это неправильно Считать, что весь мир вам теперь что-то должен, поскольку у вас есть дети — это тоже неправильно Да, материнство и рождение ребенка, на мой взгляд, это прекрасно Это какое-то природное таинство, наверное, одно из самых высочайших таинств, которые существуют в человеческой жизни Но это дело двоих людей, двоих, только двоих Тех людей, которые решили завести ребенка Ну, может быть, еще, знаете, ближайшие родственники как-то к этому будут причастны Но я не считаю, что с появлением ребенка в паре Дедушки и бабушки с обоих сторон должны прям вот все теперь полжизни своей положить на воспитание внуков Если они хотят по мере возможности, по мере сил помогать, как-то сидеть с ребенком, поддерживать Окей, это прекрасно Если они не хотят, они не должны этого делать Потому что за ребенка несут ответственность конкретно родители, те двое людей, которые решили этого ребенка сделать И нужно понимать, что ребенок — это действительно громадная, это гигантская ответственность По сути, перед каждыми родителями стоит задача воспитать, вырастить целого человека, личность Мне кажется, это очень сложно Это очень сложно, и на это нужно положить очень много сил, времени Вообще, в принципе, всех, наверное, ресурсов, которые есть у каждого человека Как материальных, так и моральных Это действительно непростое дело Нужно к этому подходить, наверное, с полным пониманием, осознаванием вот этого То есть не просто так там заделать детей Почему я не люблю выражение «завести детей»? Ну, потому что завести можно там котенка, собачку, попугайчика А ребенок — это, ну, это громадная ответственность Мне кажется, даже я, там, несмотря на то, что я уже взрослая Несмотря на то, что я хочу детей Мне кажется, даже я, наверное, не до конца осознаю масштабы этой ответственности Это иногда пугает, кстати То есть в человека нужно будет, в маленького человека Заложить какие-то моральные принципы, устои Вырастить из него личность Это сложно Мне это, наверное, очень интересно Ну что, давайте попробуем второй караусан И, собственно, как я отношусь к... Ну, действительно, не люблю вот этот термин «я ж мать» Я считаю, что он оскорбительный На самом деле О, это с шоколадом Я считаю его оскорбительным, потому что далеко не все родители заслуживают вот этого подобного ярлыка Я считаю эту проблему в какой-то степени надуманной и раздутой Объясню почему Существует на сегодняшний день какая-то немоверная гигантская масса всевозможных пабликов в социальных сетях Которая посвящена вот этим вот там типа «я ж матерям», где публикуются все вот эти истории с какими-то скринами Неадекватного введения типа матерей и отцов Я когда-то была подписана на подобный паблик Еще когда у меня была страничка ВКонтакте И я отписалась Потому что если поначалу там действительно какие-то иногда смешные истории публиковали Когда ты читаешь и думаешь, блин, ну нифига себе, тут мамаша обычаю дела Но потом это уже стало приобретать какой-то такой, знаете, оттенок прям ненависти И истории эти, когда я натыкалась на них в ленте новостной от этого паблика Они становились какие-то все более и более, ну дичь Я могу это называть одним словом дичь, понимаете? Когда ты открываешь, читаешь и понимаешь, что это неправда Ну такого не могло быть Это бред, это надуманно Там реально на 80% всей истории в подобных пабликах — это выдумки Я просто не понимаю, с какой целью это делается Но это подтверждается какими-то ложными скринами И люди все это читают Это все седает в головах И народ уже начинает, знаете, с какой-то опаской смотреть в принципе на людей, у которых есть дети Да, действительно существует там какой-то процент Вот таких вот людей, которые ведут себя подобным образом Когда у них появляются дети И, возможно, какие-то из этих историй имели место быть Я сейчас расскажу еще свою из жизни Но это не в таких масштабах И не с таким оттенком ненависти надо об этом говорить, я считаю Поэтому я отписалась от этого паблика Мне просто в какой-то момент стало это неприятно У меня с подругой Я знаю ее еще со школы Очень умная, очень такая тонкая, интеллигентная девочка Они с мужем вот недавно родили мальчика Она живет в другом городе Но мы иногда с ней там списываемся, созваниваемся А я помню, когда она еще только-только родила Она говорила мне, господи, как я боюсь Как я боюсь того, что я могу скатиться Вот до уровня вот такой вот тоже мамочки на сетке с гиперопекой И вообще с мозгом повернутым исключительно на ребенке И на всем остальном Потому что она говорит, вот эти гормоны, которые бушуют в организме Ты, говорит, не всегда можешь с ними справляться Я, говорит, ловлю себя на мысли, что стоп, куда, куда тебя несет Не в ту степь, нет, нет, вернись То есть это я рассказала к тому, что Если человек адекватный, да, по жизни адекватный То он, даже приобретя статус родителя Он резко не станет вот таким вот не в себяшкой, понимаете Так что, ну, не надо навешивать эти ярлыки Не надо, наверное, читать эти все истории Потому что, ну, действительно Не знаю, как у вас, у меня прям какой-то неприятный осадок это все вызывает Давайте яблоко попробуем, это я уже тут наелась Курсант с шоколадом, конечно, очень вкусно Но хочется же и яблочко покусать Ну, вот так лучше С изюмом, с торогом Вкусно, короче И хотела с вами поделиться Одним таким эпизодом Из моей жизни, как я столкнулась Причем это был отец Это было не мать, это был отец Который вел себя достаточно странно Это произошло, когда мы с мужем ездили в Крым Он в командировку Я с ним за компанией, чтобы Хотя бы несколько дней привезти у моря Потому что в этом году у нас не получилось поехать в отпуск Короче говоря Мы снимали номер в отеле У которого не было Там какого-то частного своего выделенного пляжа То есть до моря было буквально рукой подать Но это был общий пляж И на этом пляже Были зонтики и шезлонги Которые можно было снять в аренду на целый день Что-то там рублей 100 или 150 это стоило Я уже не помню точно То есть достаточно недорого То есть приходи, снимай себе зонтик И лежи под ним хоть весь день Я вообще очень аккуратно отношусь к Григару Но поскольку мы всего 4 дня там должны были прибыть Я захотела по максимуму, знаете, урвать себе солнышко Поэтому я арендовала себе зонтик, шезлонг Но это было еще часов 10 утра И естественно я еще хотела позагорать Там ближе к полудню Перебраться в тень зонтика Чтобы просто посмотреть еще на море Послушать шум волн И, короче, понаслаждаться этим пляжным отдыхом Но при этом не сгореть Короче говоря, заплатила я за этот зонтик Все понимают, да, что по законам физики Тень от зонтика, она не прямо под зонтиком Она вот чуть в стороне будет Я свой шезлонг поставила прямо под этим зонтом Буквально в двух метрах от него падает тень Я пока лежу на солнце, загораю По сторонам, естественно, там особо не смотрела Что там творится Короче, в очередной раз, когда я переворачиваюсь на живот Я вижу такую картину В двух метрах от меня В тени моего зонтика Расположились Какие-то два семейства То есть компания из двух семей С тремя, кажется, детьми Вот эти все подстилки Круги Горшочки какие-то Вдерки Вот это вот все Тема И они уже успели Расположившись идти купаться И у этих подстилочек только отец Чей-то отец из этих детей Мнется Что-то там еще ковыряется в сумочке Я ему максимально вежливо говорю Что мужчина Я планировала перебраться в эту тень Ну там через минут 15-20 Или возможно раньше Ну короче, как мне захочется Он так поднимает на меня глаза И знаете, с такой Ну таким вот хамским абсолютно тоном Говорит мне А как я должен был об этом догадаться? Я такая В смысле? Говорю, ну проследите Пожалуйста, откуда здесь Внезапным образом По-вашему образовалась Эта волшебная тень Как бы, наверное, от моего зонтика Под которым я лежу На лежаке И за который я заплатила Он с таким недовольным лицом Говорит мне Мы скоро уйдем Я говорю Так я не хочу думать о том Скоро вы уйдете Не скоро Я говорю Хочу просто знать Что есть тень Мое пространство Куда я могу перелечь В любую минуту Я не знаю Когда мне этого захочется Вот я сейчас лежу Мне пока не жарко Может мне через минуту Станет жарко И мне нужно будет Так перелечь И я не хочу при этом Еще раз там С вами Припираться за то Чтобы вы покинули эту тень И тут он мне так Сквозь зубы Что-то типа того Что ну у меня же дети Вообще-то Вообще-то у меня дети Я говорю Это прекрасно Что у вас дети Но почему ваши дети Должны лежать в тени Моего зонтика Это при том Что ребята Ну Там как бы Ну были зонтики Свободные Вот буквально В 10 шагах от нас Был свободный зонт Со свободными лежаками Ну да За него надо заплатить 100 рублей Выпьешь ты вечером На 2 бутылки пива меньше Мне не кажется Что это какая-то цена Вопроса За которую нужно Остраивать В дуке Припирание В порядке вещей То есть Ну спокойно пришел Улегся в чужую тень А что такого Нормально все Короче Они С недовольными лицами Бросают на меня Такие злобненькие взгляды Начали перетаскивать Свои подстилочки Круги там Переносить Такое Сейчас наверное Идутся люди Которые в комментах Напишут Какая я сволочь Не дала Детям в тени полежать Ну блин Ребята Я понимаю Что ты как родитель Хочешь максимального комфорта Для своих детей И это нормально Но Создавая комфорт Своим детям Не нарушай комфорт Других людей При этом Это тоже как бы нормально Это я уже молчу о том Что приводить на пляж Двухлетних деток В самый разгар Санцепиока Когда солнце В начале 12-го Конкретно так жарит Детская нежная кожа Ну камон Это вообще не полезно До 10-ти Там даже до полдесятого Утро максимум С такими Маленькими детьми Можно находиться на пляже Ну окей Они родители Им как бы там виднее Ну тогда Позаботьтесь о том Чтобы у вашего ребенка Была тень Пожалуйста Ну только не за счет Моего зонта Напишите мне в комментариях Что вы вообще думаете На эту тему Свои мысли я почитаю Мне очень будет интересно Очень сочно Ну что, ребят Я наелась уже Конкретно так Сейчас что-то яблочко Доедим Надеюсь я максимально Раскрыла тему Материнства И детей Пишите мне в комментариях Какие еще темы Вы бы хотели От меня услышать Вы видите Я всегда стараюсь Как бы прислушиваться К вам Обсуждать то Что вам интересно Спасибо всем Кто сегодня Составил мне компанию Во время чайпития Надеюсь Вы успели выпить Со мной Кружку чего-нибудь Горячего Бодрящего И вам тоже было вкусно И интересно Мне смотреть Всех люблю Встретимся В следующем видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры